Он не будет поступать, он не будет спасенным, потому что самая лучшая церковь, самая лучшая динаминация, они не спасут, надо искать спасающую личность. Это как, например, человек заболел бы онкологической болезнью и стал бы искать не хирурга, который мог бы удалить опухоль, а самый лучший онкологический корпус искать, понимаете, где бы ему там было получше умереть, это было бы неправильно. И в этом плане надо вот именно исказать и убедить любого искателя истины, что спасает только Христос, а не церковь и динаминация. Ну, вот такой заголовок Кабзар пишет «Мой опыт искания истины». Ну, в Донецке есть Донецкий христианский университет. Это проамериканский, то есть американские профессора и субсидируют, и там преподают. И я, конечно, хочу сказать, дорогие друзья, что вы счастливы, что вы там не учитесь. Вот у меня сейчас брат подошел, говорит, так это же Кабзарь, это же известный пресвитер в Артемовске. Да, вот известный пресвитер, и вот его племянник или сын, я не знаю, попал в такую трудность. Он пишет, когда я начал учиться в Донецком христианской университете, у меня было абсолютное убеждение, что церковь – это евангельские христиане-баптисты. Но, говорит, первый же профессор в пух и в прах разбил мое убеждение. Мы пытались встать на точку зрения нашу, он разбивал нас. Теперь мы менялись, он опять нас разбивал. И, получается, есть наука сравнительное богословие. Ее преподавать можно или утвердить веру, или разбить веру абсолютно. И я теперь задаюсь вопросом, да какова же цель этого университета? И кто же его содержит? Или утвердить веру, или разбить веру? И он пишет о себе такие трагические вещи, что, говорит, я уходил в посадку, падал на землю, рыдал. И я возвращался к вопросу Пилата, что есть истина? Если профессор разбил во мне протестантизм, католицизм тоже разбит, и все протестантские течения поразбиты вот так. У меня, говорит, осталось одно – православие. И вот там профессората, в общем, не изучают и не преподают. И поэтому я пошел в православие. И поэтому, братья, нам вот часто спрашивают, а можно мне идти в Донецк-Христианский университет? Я говорю, милый мой, не ходи. И у нас кто-то пытались идти. Мы говорим, что мы тогда не сможем просто вас считать членами церкви. Потому что вот такое состояние. Когда был обоснован этот университет, один из его директоров, Картавенко Леонид, это диакон Макеевской церкви, между прочим, родной брат Владимира Картавенко, который в Москве вот с такими трудностями сейчас, он говорил, вот это работа, вот это работа. Такое обоснование, такая форма, и студенты все собраны. А через два года он же сам приехал еще с одним братом и просили провести беседу с американским профессором по вопросу кальвинизма. Уже 80% студентов были заражены кальвинизмом. И когда я беседовал с этим профессором, то эти студенты защищали кальвинизм уже. И вот получается, что для утверждения этой истины, братья, надо учиться где? Где Мария училась? У ног Иисуса. Павел учился у ног Гамалиила. Но все равно это было недостаточное образование, потому что, как он говорит, что я все это преимущество почел чем? С щитой, да, с щитой. А вот у ног Иисуса учиться – это очень важно. И вот те знания, которые Господь будет преддавать – это очень важно. Вот почему вот этот Сергей Кобзарь, ему дьякона, пожаловала православная церковь. Так он ушел в православие и написал вот эту книгу. Но из нашего братства там никто не учится. И вот не он единственный, который до пяти человек уже ушли в православие после окончания этого вот университета. Также мы будем касаться еще одной книги. Я уже говорил Андрей Кураев «Протестантам о православии». Нет, он в регистрированном был. А? Да, это там все в регистрированном. Ну, я не знаю их имена, но это регистрировано. Там нашего нет. Ну, теперь, братья, я прошу записать места, которые говорят, что есть истина по Священному Писанию, но что Церковь есть истина, мы этого утверждения не найдем. В Священном Писании мы можем найти подтверждение истины. Псалом 18, 10. Может, вы места просто укажете, а дома прочитаете, потому что будет долгость записывать. «Суды Господни истина». Дальше. Псалом 118, 86. «Все заповеди Твои Божьи истина». Псалом 118, 86. Дальше. Псалом 118, 142. «Закон Твой истина». Иеремии 10, 10. «Господь Бог есть истина». Иоанна 14, 6. «Я, Христос, есть путь и истина и жизнь». Иоанн 14, 6. Дальше. Иоанна 15, 26. «Дух Святой-Дух истины». Иоанна 17, 17. «Слово Твое есть истина». Вот. Но вы возьмите симфонию, просмотрите, и вы не найдете, что Церковь есть истина. К этому она должна стремиться, но идеальной, ни по местной Церкви, ни деноминации на земле мы не найдем. А Вселенская Церковь, вот когда мы Церковь пишем, когда мы подразумеваем Вселенскую Церковь, ее надо писать с большой буквы. Она соборная, и имена членов ее известны только Господу. Мы потом будем касаться символа веры, который принят в Никее и Константинополе. И там один из пунктов – верою воединую, святую, соборную, апостольскую Церковь. Этот пункт и нам приемлем. Ну, кто-то скажет, конечно, но все-таки мы же ищем братство, которое идет поиск. Это правильно. Но в то же время вот у Спержина, у Чальза есть интересное очень выражение. Не ищи идеальную Церковь. Она на небе, а не на земле. Но если ты вдруг найдешь идеальную Церковь, то тебя туда не примут. А если примут, она будет не идеальной. Интересный ход мыслей, да? То есть, каждый мы сам по себе не есть совершенство. Христос говорит, это пятая глава Нагорный Пров, последний стих. Так будьте совершенны, как совершенный Отец Небесный. Но мы знаем, что такого совершенства мы не достигнем здесь. Правда, братья? А наше совершенство и наша святость только в Иисусе Христе. Вот это надо, ну вот как компас всегда в одном направлении стрелочка показывать. Вот всегда любому православному показывать бесполезны вот эти все обряды, все предания, все угоднички. Все бесполезно, если не будет Иисуса Христа. А если Он есть, единый спасающий, опять они бесполезны, все эти угоднички. Потому что Он единственный спаситель. В Нем да и аминь. Ну и, конечно, я в свое время, вот с 67-го года в братстве. И почему я в братстве, скажу. Я однажды это выразил стихами. «Я к гонимому братству примкнул потому, что Христа пусть страданий в Нем вижу яснее. Эта церковь верна лишь Христу одному. Крест скорбей я хотел вынести вместе с нею». Поэтому мы, конечно, избираем то братство, которое приближается, которое на пути истинном стоит. Но, конечно, может, братьям это будет не очень приятно. Я никогда не смогу сказать, что братство Совета Церквей – это воплощенная истина. Вы поймите, понимаете меня, братья, да? Истинный путь одно, но путь-то сам есть Христос. И мы на этом пути, и мы лишь тогда к истине приближаемся, когда на этом пути идем, приближаемся и утверждаем эту истину, которая в Иисусе Христе. Вот это я хотел бы, чтобы мы как-то могли с вами воплощать. Дальше вот Сергей этот Кобзарь, защищая православие, он доходит до таких восхвалений всего. И вот так пишет. «Величайшие мыслители, известные лейгозные философы в христианстве, были православные». Он перечисляет. Соловьев, Бердяев, Флоренский, Лоский, Вишнеславцев. Но величайшие мыслители западных стран, куда же их теперь деть, если зациклиться только на православных? Причем Владимир Сергеевич Соловьев, он считается гением общечеловеческой мысли. И поэтому сказать, что он только к православным, мы не можем. Ну, и вот, например, у нас есть такие данные, что этот же Владимир Сергеевич Соловьев и к католическим священникам был близок, как и причастие принимал. Но особо был близок Генри Друмонду. Это протестантский священник, написавший книгу «Самый великий в мире любовь». Это мы можем прочитать у Марцинковского «Соловьев и Евангелие». Ну, а теперь вот я хочу прочитать отношение Соловьева к православию. Вот посмотрите, как сам Соловьев, которого избирают как апологета защитника православия, относился к православию. Он так говорит, «Православная церковь находится под игом государства, преклоняется пред ним, Божие предает кесарю, идя путем так называемого кесарепапизма». То есть, этот самый философ показал, что православная церковь, она служанка государства со времен Константина и до современных дней. И что такое кесарепапизм? Ну, кесарь, правитель или цезарь, это вам известно, папизм, то есть, папа над этим. И кесарепапизм, то есть, подавление церкви государством. Вот он и показал, что православная церковь подавлена государством. Мы будем с вами рассуждать, как только закончились три века гонений римских, и римский император Константин пришел к власти, он сделал ее государственной церковью. У православных восхваление четвертый век – это расцвет христианство. А настоящий вот историк церкви, я вот очень новую прочитал, двухтомник Хусто Глансалес пишет, это было предательство всего святого, что было в христианстве. Почему? Потому что отныне кесарь, то есть, император, главенствует над церковью, и церковь становится в подчинении государства. Ну, хотя бы он такой приводит примеры. Вот Первый Никейский собор, 325 год, по истории вы, наверное, проходили, и там заседание было в таком плане, патриархи расположились такой подковой, а в центре было кресло для императора Константина. Их там входил, все аплодировали и встали. Историк пишет, может, сам Сатана аплодировал, когда увидел, что на собор святых отцов язычник вошел. Он был верховным жрецом Сераписа, египетского божества. Его статуя стояла в капище в Идальском, и он председательствовал на Первом Вселенском соборе. Представляете, что это было. И теперь Горохов, это священник в Москве, выпустил удивительную книгу «Вопросы к православию». Он остается пока православным, но спрашивает, в православной догматике крещение изгоняет дьявола из духа, из сердца. У них даже есть такой обряд, священник плюет через плечо и отгоняет дьявол, отойди, дьявол. То есть, крестили младенчика, дьявола изгнали. Ну, пусть так, говорит, будет. А ведь Константин-то не был крещеным, значит, дьявол не был изнан из него. Наверное, значит, что дьявол и председательствовал, говорит, на Первом Вселенском соборе. Вот логика, понимаете, какая? Так получается. А потом, говорит, давайте сравним Первый Вселенский собор, где Константин председательствовал и давайте сравним Первый Апостольский собор. Помните, 15 глава Деяния, да? Апостол Павел пришел в Иерусалим и предложил учение. Собрались Епис, это Пресвитера и Апостол. Помните, да? И говорит, а почему они Нерона не пригласили на свой Апостольский собор? Какой вопрос? Если, говорит, надо обязательно правителя приглашать, он тоже помазанник Божий. Почему Нерона не пригласили? Почему ему кресло не поставили? Почему субсидии не попросили? Почему разрешения не попросили апостоли на этот собор? Вот это, и говорит, что церковь есть абсолютно новое создание Господа Иисуса Христа совершенно независимое от власти. Вот я это вам, братья, говорю, чтобы растолковать вот это положение, что такое православная церковь идет путем кесарепопизма. Ну, тут вот, конечно, такие сложные выражения, тут много их, потому что, в общем, старались эта книга, чтобы была, ну, может, не совсем простых верующих, но, чтобы понятна была и догматика. И потому и сях в ней, в православной церкви, дух живого творчества в области догматической, оно пресеклось со времени Седьмого Вселенского собора. Вот он избирает Соловьева защитником православия, а мы приводим, вот, показать, что сам Соловьев-то, говорит, и сях дух творчества со времени Седьмого Вселенского собора. А Седьмой Вселенский собор был уже в 781 году, если память не изменяйте. Вот и все, и дух творчества, и сисяк. Еще посмотрите, во время одной из своих публичных лекций в Москве Соловьев высказал мысль, есть ли католицизм, есть авторитет без свободы, давайте рассудим, авторитет без свободы, чей там авторитет? Римского папы. Не подчиняешься еретик анафим, а вот туда сожгли. И даже последний Ватиканский собор принял догмат непогрешимость папы, все, что хочет папа. И там, знаете, какие страшные слова, мы дойдем лет, если папа захочет в ад повлечь за собою миллионы людей, никто ему не имеет сказать право, что ты делаешь. Представляете, какой ужас. Тройственная корона папы, значит, власть над ангелами на небе, над людьми и над бесами в аду. Какой ужас. Вот это все. Если папа захочет изменить Священное Писание, никто ему не имеет права перечить, он имеет на это право. Какой ужас. Какой ужас. И поэтому католицизм, мы его не касаемся, но так где-то мы уже будем параллельно, конечно, его касаться. Католицизм есть авторитет без свободы. Протестантизм есть свобода без авторитета. Но он немножко, Соловьев, конечно, с критикой это говорит. Авторитет человеческий, он, конечно, не должен быть, братья. Наш авторитет кто? Иисус Христос. Вот это и все. Вот это единственный авторитет. Ну, хотя мы и говорим, что вот апостол Павел сказал, но это священное писание и Дух Святой, он что, инспирировал Библию. Помните, мы говорим, Дух Святой просветил, насытил Библию своей сущностью и Дух Святой автор Библии. Поэтому мы говорим слова Божьи. Вот. Значит, я еще повторю. Если католицизм есть авторитет без свободы, если протестантизм есть свобода без авторитета, то православие не имеет ни того, ни другого. Вот, пожалуйста, насколько его вроде защищали, то не имеет ни того, ни другого. В нем царит анархия. Восток православный в богословии и неправославный в жизни. Это страница 48-я Морзенковского книга Соловьев и Евангелия. Ну, Кобзарь восхваляет русских художников Рублев, Иванов, Крамской, Врубель, но он совершенно ставит их на такую недосягаемую высоту, что Ленардо да Винчи, для него Микеланджо, Рафаэль, Рембрандт, Кабу вообще являет совершенно ничто. Причем, кто видел картину Иванова «Явление Христа народу»? Кто видел? Вот. Вадим, да? Еще кто? Кто может представить «Явление Христа народу»? Видит, да? Вот знаете, Иванов тоже он, ну, считается православным, но он 20 лет учился в Италии и тщательно изучал Священное Писание. И 20 лет рисовал эту картину. К ней написано до 800 этюдов. Картина себя представляет выше, чем вот здесь и чуть подлиннее, чем вот эта стена. Вот такое огромное полотно Третьяковкина. Я восхищен, конечно. Но я не об этом хочу сказать. Иоанн Креститель крестит народ и один миг истории запечатлен. Первый глава Иоанна, Иоанн показывает, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Христос появляется, подходит. А тут крестящийся. И я спрашиваю, почему Иванов не нарисовал ни одного младенца, которого крестит там, креститель? Ни одного младенца нет. Юноша вышел из воды, фигура дрожащая вон сидит. Да, все есть. Старцы тут все, но ни одного младенца. Он тоже знал догматику. И вот хотя бы это вот любому православному очень убедительно. А вот явление Христа народа, вы видели картину? Да, может, видел. Но если нет, репродукции много, покажите. Ну, что там ни одного младенчика нет, крещеного? Скажите. Вот точно это будет убедительно для вас? Ну, а когда о музыке, ну, я вам хочу еще сказать, что вот Хабзар говорит, что вот самые выдающиеся архитектурные сооружения, это Успенский собор в Киеве и храм Василия Блаженного в Москве. Ну, если историю взять храма Василия Блаженного, то его зодчий Барма фамилия, в общем-то, не русская фамилия. Но что интересно, как православный царь отблагодарил этого зодчего, кто знает эту историю? Да, вот какая благодарность. приказал этому зодчим выколоть глаза, что лучшего храма нигде не смог построить. Ну, а в то же время, если видеть вот Кёльни, храм, да в том же Ватикане, собор Петра, это настолько сооружение превосходящее, даже эти храмы Василия Блаженного, то никакое сравнение. Но так уж вот он защищает православие, хочет сказать, что все лучшее. И теперь пишет, лучшая музыка поистине духовной была создана православными композиторами. Архангельский, Бортнянский, Березовский, Глинка, Рахманинов. Ну, друзья, хочу сказать, что Архангельского и Бортнянского и наши хоры поют, что хорошее мы воспринимаем. Но эта музыка это не музыка, это хоровое пение. А музыки как таковой у православных нет. Там нет инструментальной музыки вообще. Они не приняли инструментальную музыку. Почему? Лишь бы в противовес католикам. Если там принят орган, инструменты все приняты, вот это лишь в противовес только хоровое пение. И они ссылаются на что? В Новом Завете нет подтверждения что на музыкальных инструментах должен прославляться Бог. В Старом Завете есть 50-е Псалом, мы знаем, это целый симфон на всех инструментах, а вот в Новом нет. Но есть и в Новом Завете можете ответить, как ответить православным. Запишите место Священного Писания, где в Новом Завете мы им подтверждение, что применяются музыкальные инструменты. Ефесина 5 глава 18 стих и 19 тоже запишите. Ну, прочитайте дома. И не упивайтесь вином, от которого бывает что? Распутство, но исполняйтесь Духом Святым. Как? Назидая самих себя чем? Псалмами, словословиями и песнопениями духовными. Так вот, слово псалме, кто знает греческий язык, точный перевод пения в сопровождении музыкального инструмента. Вот это абсолютное доказательство просто псалмами, словословиями и песнопениями. Песнопениями ясно понимаем, и песни, и хор, да, словословия это стихи, а псалмы что такое? Вот как раз пение в сопровождении музыкального инструмента. Греческое слово псалме пение в сопровождении музыкального инструмента. Поэтому и в этом плане, если будут говорить, что вот так мягко, но убедительно сказать, и терпение сможет, поможет вам, дорогие, не торопитесь, если вот завязался диалог, не торопитесь сразу пожать, посеяли, дайте что-то вырасти. Мне вот в моей практике очень трудно пришлось со своей тещей. У меня и жена, и тещей старобрядцев. Но старобрядцы, я хочу сказать, это те, кто по-настоящему были православными. При Петре Первом произошел раскол, раскол произошел потому, что церковь-то все потеряла, что было святое. Петр Первый провозгласил себя владыкой церкви, понимаете? Он патриаршество убрал, учредил святой синод. Но каждый член синода должен присягу принести перед государем, как верховным правителем церкви. Присягу на верность. Мало того, он утвердил преображенский приказ, который должен у священников спрашивать тайну исповеди. И каждый священник должен тайну исповеди говорить членам этого преображенского приказа. Но мы скажем КГБ современное, представляете? К чему дошло? И поэтому истинно православные, конечно, ушли, уходили, как только могли. Петр Первый ввел пьянство, курение, бритье бород. Кто не хотел брить бороду, дань огромная, их называли двоеданы. И настоящие православные, конечно, вот они оставили старобрядцы. Но я, это опять вам как сведение говорю, у меня тёша была старобрядцев, жена тоже. Но жена сразу, я ещё не был член церкви. Я говорю, если хочешь быть моей женой, то я буду жениться только на баптистке. Я говорю, я хоть сейчас приму крещение. Ну сейчас не надо, я и сам ещё был некрещеный. Летом приму, хорошо. А вот тёще это страшно не понравилось. И она препятствовала, как могла. Ну и вот тут трудно было. Я потом жену ещё ждал, когда она примет крещение 5 лет, хотя обещалась. А тёщу 8 лет. И с тёщей были трудные беседы. И вот я хочу вам сказать, какие. Во-первых, знание Библии нужно, конечно. Открываем Библию, читаем. И вроде читала места, это неужто так? Ну давай читаем. Сороковую главу читаем Исаии, там идола делает плотник, там что-то сварит, из этого остатка делает. Всё дальше, дальше читаем. Потом резкое отклонение. У вас не та Библия. Как не та Библия? Библия одна. Не может быть. Не может быть, чтобы наши старцы этого не знали. Вот славянская Библия, а у вас не та Библия. Ну давай славянскую Библию. Давай славянский язык учить. Так, так, так. И на меня вот где-то полгода ушло, чтобы вот так познакомиться с славянской. Ну давай сравни славянские. Ну смотри так, ну смотри так. Неужели так? Неужели так? Неужели? А потом столько у ней войны, столько внутреннего восстания, восстания. Ну вот тут что? Стоит сказать, ты дала поклонница. Да ты не живи с нами. Могло бы это сорваться. И всё. Ну вот так всё-таки Бог как-то давал терпение, терпение. И через восемь лет она приняла крещение. И знаете, какая я была убеждённая? Вот когда у нас разделение и бытцев в церкви регистрированы, зарегистрировали в церкви, мы оставались нерегистрированы. Она сразу на сторону нерегистрированных, потому что ей было это близко. Она знала, как в своё время старобрядцы шли на пытки, на муки, лишь бы сохранить вот это. Она старые книги открывает и читает «А с чего ради некоторые отступиши от истинной веры?» Ну по-славянски. Ради чин, ради страх, от чего вот точно самое, точно самое, говорит. И осталось, вот умирала убеждённая. Я уходил в тюрьму. Семеро детей. Рождалась восьмая. Она от рака умирала. Вот такое трагическое положение в семье. Она – доченька, я тебя благословляю на путь страданий. Вот знаете, братья, что вот терпение, конечно, довести вот истину, это большое дело будет. Потом вот эти же люди будут большими защитниками. Мы вот год назад проводили служение Курская область, Железногорск. Там покаялся священник, пожилой священник, лет пятидесяти. Как он каялся? Это он упал на колени, он плачет. Господи, простишь ты, я столько лет обманывал народ. Вот когда до него дошло это, что преподается не Библия, а вот это всё, прости меня, Господи. Потом выводит сына своего на покаяние. А уж вот через год, вот мы сейчас летом проводили, они в крещении приняли священник и матушка. И вот когда в Кромах проводили там общение, православные, ну, не давали возможности. Милиции на улице высшей чины. Эти включили музыку страшную. Тут пьяные с разодранными рубашками, с крестом на груди, лезут, микрофон выхватывают. В военной форме тут вообще невозможно было. И один разодранный тут крест выхватывает микрофон. Дай, я скажу сейчас, не обманывай народ. Я говорю, тише, тише, кто ты такой? Дай, я тебе говорю, я четыре года седел. Дай сюда, ты понял? Я говорю, а ты четыре года седел. Да, я седел. Я говорю, что ж ты не знаешь, как себя вести? Ты ни по-человечески не знаешь, ни по-православному не знаешь, и по-зэковски ты не знаешь. Я девять седел. Тебе там голову заедет. Иди отсюда. Лежу, дошел. И вот такая, такая обстановка. Я спрашиваю брата там ведущего, Вячеслава Горова, что может священник сейчас сказать слово? Он говорит, сможет. И вот этот священник встал. Окладистые борода, православные, вы видите меня. Да, я священник, но бывший священник. Меня патриарх Пимен рукополагал. Так вот, православные, из вас многие пьяные, и вот я таким же пьяницей был, я алкоголик был. Я вам хочу сказать, что 90% православных, алкоголики, но бейте меня, бейте, но я вам правду сказал. И устал все, закрылись, вы понимаете? И что мы хотели убедить это бесполезно, а он вот так сказал, и никто ни языка не пошевелил, ни руки не поднял. Когда стали призывать покаяние, глядим эти же пьяные, и некоторые выходят, склонились к покаянию. Поэтому убеждение, братья, это великая сила. И пусть Господь вам позволит вот так. Православных, конечно, вот я если вам говорил, еретика после первого, второго, в разуме не отвращайся. Ну, их трудно привести вот к этому убеждению, потому что они, в общем-то, многие почти не убеждены. Слабо знают писать, но вот такие-то, как кавзари, конечно, это очень опасные люди. И к таким, и к ураев, мы даже там вот, я в одном месте применяю, он философию приводит, мы применяем к таким, а к простым, православным, пусть Бог даст вам больше терпения. И вот тут очень интересный факт есть. Очень защищает этот кавзарь, значит, музыку. И вот такую пишет здесь, «К нам в Артёмовск приезжал Юрий Богачёв, заслуженный артист, бывший в СССР, с двумя высшими образованиями. Так вот он в беседе с нами сказал, «Вся православная музыка – это небесная музыка». Ну вот, что я ему отвечаю. И пусть будет так. Ну да, будет тебе известно, Сергей, что с Юрием Богачёвым я работал в оперном театре Челябинска с 67-го года по 1970-й. И он, в общем-то, не два высших образования имеет. Да, он заслуженный артист. Он священник по образованию. И этот кавзарь совершенно не знает. Он окончил духовную семинарию. И сам священник. А потом стал артистом, потому что у него выдающийся голос был. Так вот этот батюшка, простите, такую развратную жизнь вёл в театре, что мы все удивлялись, как можно вот так вести. Он и в драках был, и пьяный, и там уж женщин всё было у него. А вот потом будет этот кавзарь защищать догмат. Неважно, что батюшка грешный, лишь бы на нём была преемственность рукоположения. Так я говорю, я бы в ужас пришёл, как вот этот батюшка кого-то благословлял, какой он был. Но слава Богу, Юрий Богачёв действительно встретился с Христом. Он ездил по многим регистрированным общинам. Он и в Донбассе был, в Донецке был. Но самое интересное, когда мы были с поездкой ансамбля при Черноморье, то он живёт где-то там. И он приехал к нам навстречу. По афише прочитал. Он, его жена. А у меня сомнение было. Тот самый этот Юрий Богачёв или другой? И он входит вот так, «Женька, неужели ты меня не узнаёшь?» Я говорю, «Юрий, не могу поверить, не могу, я тот самый. Христос меня приду, слава Богу!» Мы обнялись как братья. Так вот, это значит, Кабзарь его берёт как защитник православия. А он нам рассказывает, «Иду я по Одессе, широкую лицу, и вдруг слышу, приветствую Бога-отступника!» Лежу, на другой стороне стоит священник в облачении. Смотрю, мой однокурсник, я, говорит, вспомнил, как по вокалу нам преподавали, как резонаторы все включить надо. Включил все резонаторы, набрал воздухом, громовым голосом на всё. «Приветствую, идолопоклонника!» Люди все обратились, так я говорю, Сергей, дорогой, ты вот взял его в защитнике православия, а я тебе подлинную сущность. Ну, и там интересно, говорю. Получается, какое противоречие. Ты ДХУ закончил, ушёл в православное. А он православную закончил, и через артисты пришёл к баптистам. Может, тебе в семинарию пойти, закончить семинарию, да и баптистом стать. Ну, это, конечно, уже такое доказательство противного. Ну, такие методы мы применяем просто, чтобы такой, несколько колки юмора, но для того, чтобы как-то вразуметь. Ну, конечно, это всё, должны мы говорить не для того, чтобы что-то обидеть, но чтобы как-то вот позволить людям прозреть. Ну, ещё один пример приведу. Когда я был в Челябинске, ну, я восемь лет там жил, работал с молодёжью, и вот там покаялся один молодой человек. он поехал поступать в Загорск. В Загорске есть Духовная Академия, то есть семинария православные, а Загорск – это Центр Православия, в Академию. Вернулся оттуда, ну, это потом уже рассказывал, покаялся у нас, и потом, ну, стали беседовать. Говорит, я действительно верил в православие, как никогда. После семинария поехал в Загорск, сдал все дисциплины, а там собеседование с архиереем. И архиерей задавил этот вопрос, ну, как, сын мой, у тебя дело с табачком? Бог миловал, святой отец. Я не курю. Хорошо. Ну, а как с водочкой у тебя дело? Бог миловал, святой отец. Я веду совершенно трезвый образ жизни. Трезвый. А надо пить, сын мой, надо. Надо уметь, и надо так пить, и много пить, но не быть пьяным. Ты понял меня? И после этой беседы он оставляет Загорск и уезжает сразу. Ну, вот, дело в том, что где-то сами те священники наведут на мысль, как у них все проходит. А вот этот священник, который обратился там, я в Железногорске, у него уже несколько угроз было. Прямо убьем, убьем. Я бы даже советую брать, чтобы он уехал как-то оттуда. А когда вот этот раз в Железногорске, вот, брат Петя тоже был там, да, на братском общении, в Курске, в Курске, когда это священник был, он меня обнял так. Брат мой, милый ты мой, защити меня, что братья верят бороду сбрить. Говорит, братья, да ни в коем случае, да, разве можно? У него борода проповедует. Он встал, и все вот это, в таком плане, конечно. Поэтому, такие люди, их надо очень ценить как-то. А вот другой священник, в Черновицкую область обратился, но он, очевидно, в Пятидесятниках. Я слушал кассету. Ну, и поражаешься такой неграмотностью священников. Он говорит, что вот, он сам из монахов, настоятель монастыря, прямо говорил, не вздумайте читать Библию, да и Евангелие не зачитывайте. Вот у вас есть, вот и читайте, что у вас есть. А то вы можете с ума сойти. И вот он говорит, когда я стал прозревать, я думаю, все-таки, да я начну читать. Новый Завет стал. Открыл Матфея Евангелие. Начинаю читать. Арам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иакова родил. Да позволь, что ж тут такое творится? Да прав был огумент, с ума сойдешь. Ведь женщины рожают, а тут мужчины. Вот до такой дикости, до такого незнания люди доходят. Понимаешь? А потом говорит, настоятель говорит, пойди, покойника отпой там. А кого? Да как же он? Он же пьяница. Он же прелюбоди. Иди, теляне облизанное. Там все заплачено хорошо. Иди, отпивай, тебе сказал. А у меня, говорит, язык не поворачивается. Как отпевать? Ну, начинаю, 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 отпущаются грехи раба Божьего. А потом говорит, да, на тебе руку Писания. На, придешь, покажешь, кто был такой. Вот до такой степени. Люди сами. А вот у нас Светлодарск, маленький городишко. Там мы, когда проводили служение, священник, начали беседовать, дальше, больше. Я его спрашиваю, а вот вы действительно отпеваете покойника, имеете право отпускать грехи. Ну, там такой венчик кладется, отпущаются грехи рабу Божию. Вы действительно отпускаете грехи? Ну, он смотрел, помолчал, говорит, отойди немножко. Я отошел. Знаешь, как я стал петь? Как? Отпущаются грехи рабу Божию, а потом быстро, за которым попросил прощения. Молодец, молодец. Вы понимаете, даже все сами священники. Здравствуйте. Продолжение следует...